У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Именно так президент отреагировал на успешное испытание нового ракетного оборудования «Полонез». Это фактически завершающий этап государственных испытаний комплекса, который должен поступить на вооружение белорусской армии в текущем году. Характеристики установка подтвердила полностью и по дальности, и по точности стрельбы. Я напомню, разработанный отечественными инженерами ракетный комплекс превосходит иностранных конкурентов по дальности огня почти вдвое – 200 километров. Пуски прошли успешно, но войсковые испытания продолжатся. Это не только повышение потенциала вооруженных сил, но и усиление боевой мощи. У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать, испытать. Уже сегодня в Беларуси созданное ракетное вооружение. Вы, наверное, знаете, осуществлен пуск ракетных комплексов в густонаселенных районах. Это не в пустыне испытания. Наверное, в мире такого не было. Испытания прошли очень успешно. Ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей. Первый залп, второй залп буквально в десятки метров. Это идеально. Такого, наверное, не бывает. И это ракетные комплексы, которые созданы у нас в Беларуси в течение двух лет. Поэтому надо, Андрей Владимирович, подумать о людях, которые в течение двух лет создали эти комплексы и представить их государственным наградам. Притом, без всяких ограничений. Кто заслужил, те должны получить эти государственные награды. Это величайшее достижение. Полонез призван дополнить семейство ракетных комплексов, стоящих на вооружении белорусской армии. Ракеты одной боевой машины способны наносить точные удары по восьми целям одновременно. Причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров. Добавлю, что ракеты комплекса неуязвимы для современных средств обнаружения и поражения.